12 октября в нашем крае отметили 326-ю годовщину образования Кубанского казачьего войска и День Кубанского казачества. В Городском Доме культуры прошло торжественное мероприятие, посвященное памятной дате. Господин атаман, казаки, атаманы, члены правления, гости для участия в торжественном мероприятии, посвященном 326-ю годовщине образования Кубанского казачьего войска и Дня Кубанского казачества, собраны помощник атамана, войсковой старшинами коньерта. Здравия желаю, господа казаки! Здравия желаю, гости для участия в торжественном мероприятии, посвященное 326-ю годовщине образования Кубанского казачьего войска и Дню Кубанского казачества были приглашены заместители атамана, атаманского казачьего отдела по государственной службе Олег Кобылинский, атаманы районного казачьего общества Исаул Александр Семко, атаманы и делегаты хуторских и станичных обществ, члены правления Славянского районного казачьего общества Совет Стариков. Священник Свято-Успенского храма, протерей Олег Хмель, благословил молитвой начала мероприятия, после чего слово взял атаман районного казачьего общества Александр Семко, который поздравил собравшихся с памятной датой. Отдельные слова благодарности были сказаны в адрес Совета Стариков, которые внесли большой вклад в возрождение казачества, а также в адрес нынешних членов казачьего общества, которые с достоинством выполняют свой гражданский и воинский долг в нынешнее непростое время. В первую очередь я хочу выразить огромную благодарность казакам, которые находятся в этом зале, которые с честью и с достоинством исполнили свой воинский долг. Три отряда, которые воевали, освобождая территорию нашего народа, Донецке, Луганске и других областях, они сделали все для того, чтобы приблизить час победы. Первый барс, одиннадцатый барс, шестнадцатый, наши славяне не подвели нас, братьям казаков, они с честью выполнили свою задачу. Я еще раз повторяю, что мы сегодняшнее мероприятие проводим очень тяжелое время. Я призываю вас всех, призываю вас в том, чтобы каждый из вас понимал, что мы с вами казачий народ, что только единство, только помощь друг другу, только воля к победе приведут нас к положительному результату. Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с сегодняшним праздником. Желаю вам всем крепкого здоровья, веруя в свои силы, удачи в ваших делах, лично-семейного счастья и мирного голубого неба. С праздником, дорогие друзья! После состоялась церемония награждения наиболее отличившихся казаков. Их поощрили грамотами и благодарностями, вручили наградные и орденские знаки. Почетной грамотой гуманского казачьего войска награждается старший уредник Холодный Александр Викторович, среды церковного казачьего общества. Завершилось торжественное мероприятие выступлением казачьего ансамбля «Родные берега». За веру, за раду, за нашу победу, За русский и мирный конфас, За малых детей, живущих под плавом, Уходы, работа, здесь нас. За веру, за раду, За веру, за раду, за нашу победу, Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».